МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Как распознать ложь и надо ли нам это? Это 7 дней плюс с Татьяной Тимошенко. Почти философские вопросы сегодня будем обсуждать с психологом-профайлером, специалистом по распознаванию лжи Региной Ревалевной Гайсиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будет очень много экспериментов, в том числе и над ведущей. И начнём, наверное, три факта из моей жизни. Один из них ложный. Итак, я стою на гвоздях и люблю это. Сколько по времени вы стоите на гвоздях? Последний год. А длительность сколько у вас каждый раз? 30 секунд. А ты с тренером стоите? Сначала с тренером, потом я стою уже самостоятельно. Как зовут тренера ваш? Тренера зовут Алена. Второе. По специальности я историк-скандинавист. Как называлась ваша дипломная работа? Моя работа была посвящена советско-норвежским отношениям в годы Великой Отечественной войны. Идём дальше. Идём дальше. Я была на Северном полюсе и была свидетелем события, о котором говорил весь мир. Расскажите, пожалуйста, как проходило ваше путешествие? Я была счастлива. А более подробнее, что больше всего вам запомнилось? Это невероятное чувство полёта и безграничной невероятной красоты белизны. Хорошо. А полярную звезду видели? Полярную звезду видно из любой точки мира. А где она находилась? В небе. Но тут вопрос в том, что походы на Северный полюс совершают только в летнее время. Не в полярную ночь, а в полярный день. И поэтому звёзд не видно. Спасибо. Так, ну что, проанализируем, где ложь, где правда. Итак, я стою на гвоздях. Ложь. Почему? Как вы это считали? Вы... Вот здесь были такие микро-выражения, то есть такие микро-паузы, замедления. Да. Они еле заметны, но они есть. Это мимика? Их можно заметить. Или это тело работает? Это и в речи. И в вашей позе. То есть ваше лицо. Оно было более напряжённым. Напряжённым? Да. Так, я специалист по скандинавским странам. Верно. По крайней мере, на это училась. Верно, потому что когда я у вас спросила про вашу дипломную работу, то есть вы прям чётко, очень точно сразу же назвали. С временными рамками. Ну, потому что она давалась мне потом и кровью. Да, если бы это было ложь, действительно, вам бы потребовалось больше времени, чтобы придумать. Причём тот момент, когда я говорила про гвозди, я поймала себя на том, что я не знаю, сколько человек может выстоять на гвоздях на самом деле. И, мне кажется, я тоже там где-то всё-таки выдала себя. Итак, я была на Северном полюсе. Да. И тот человек, который, кстати, вот такой, который я отметила, тот человек, который стоит на гвоздях уже на протяжении года, вы сказали, он стоит уже не 30 секунд. Ага. Да. Хорошо, надо изучить этот вопрос. Итак, я была на Северном полюсе. Это правда. Правда. Это правда. Как считали? Здесь тоже по вашему рассказу, то есть по вашим эмоциям это было видно. И ваш тоже последний ответ, то есть это говорит о том, что вы действительно знаете, да, эту тему, потому что летом вы были, да? Да, конечно, конечно. Конечно, конечно. Человек, который не знает, он не задумывается о сезонности. Ну, то есть ложь считать легко, но надо быть внимательным. Я правильно понимаю? И надо немножечко тоже разбираться в теме? Конечно. Конечно. Это тренировка прежде всего. Вот так вот сразу распознать ложь, например, один ролик посмотрев, либо прочитав книжку, нет, это невозможно. Это, конечно же, практика. Потому что человек, когда врет, он немножко мобилизуется все-таки, пытается себя контролировать. Да, да. Я думаю, кстати, мы с вами тоже проговорим о барьерах, которые есть, и то, что нам действительно позволяет распознать ложь. Так, вопрос такой вот. Некоторое время назад, вот особенно после всяческих фильмов, сериалов, вот эта вот тема, как распознать сописедника, не дать собой манипулировать, или, может быть, контролировать себя настолько, что я смогу кем-то манипулировать, успешность в переговорах, в бизнесах, в общении с работодателем. То есть тема лжи и контроля коммуникации, она была очень популярной. И вопрос в чем? Всегда ли срабатывают общераспространенные, общезначимые, те признаки, о которых вот говорится в этих сериалах? Ручки, ножки, крест-накрест. Вот эта вот работа это же или нет? Ну, действительно, вот тема профайлинга, тема распознавания лжи, она стала очень интересной многим людям, потому что вышел прекрасный сериал «Обмани меня», и где был консультантом Пол Экман, сам, который является профессором, специалистом в области психологии эмоций. Конечно же, это сериал, и там все гиперболизировано. На самом деле, для того, чтобы распознать ложь, требуется гораздо больше времени. Мы можем на это... То есть если вот сейчас вот как бы ухо почесало, это ни о чем не говорится? Не всегда. Потому что у вас просто зачесалось ухо, да? Вот. И действительно, фильм – это такая гиперболизация. Там очень много эффектов. И вот так вот за одну секунду бывает очень сложно распознать ложь. Требуется анализ. И всегда это комплексный анализ. Всегда это комплекс. Ну, давайте вот разберем технологию. На что все-таки обращать внимание? Мы обращаем внимание на речь, на интонацию, на жесты, на мимику. И все это в совокупности. Ложь можно распознать только в коммуникации. Ну, это какая-то очень тонкая настройка должна быть на человека. Если я человека мало знаю, я не знаю его психо-физических каких-то особенностей, его характер, вот встречаюсь и мне, ну, на тех же самых переговорах или во время интервью, человек что-то говорит. Как я могу распознать, прет он или нет? Ну, конечно же, не всегда только это наши знакомые люди. Например, ко мне на прием тоже приходят люди, которых я абсолютно не знаю. Но я могу их распознавать. Здесь я, наверное, остановлюсь на барьерах коммуникации, которые были введены Филоновым. Ну, Лев Борисович, это российский психолог, советский психолог, это доктор психологических наук, и он выделил три барьера. Первый из них – это смысловой. Когда человек уклоняется от ответа или просто не слышит вопроса. То есть, ну, например, муж пришел поздно домой, где ты был? А, что? Я пошел мыть руки. Ну, это вот смысловой барьер, больше такой в бытовом плане мужской тип реагирования. Второй барьер – это барьер контроля. Когда человек активно жестикулировал, эмоционально рассказывал какую-то историю, и вдруг его поведение меняется, его рассказ меняется. Увеличивается количество пауз в речи, жесты становятся более сдержанными, интонация меняется, может, голос становится тише, а наоборот, может, он громче начинает говорить для того, чтобы убедить в своей правоте. Здесь следует обратить внимание. И третье – это тактический барьер. Когда человек говорит обо всем, но только не отвечает на вопрос. Он может философствовать, он может говорить общепринятые фразы какие-то. Ты знаете, как… И тут Остапа понесло. Он говорит много-много эмоционально, но только не подсеркнул. Но не суть. Да. И напрямую. Да. Значит ли это, что врать трудно? Да, конечно. Врать трудно, потому что это очень большая когнитивная нагрузка, это очень большая психофизиологическая нагрузка для организма. То есть, по сути, человек, когда врет, он впадает в такое легкое состояние стресса, мобилизуется. Да. Интересно очень. Я бы хотела узнать, как распознать, вот, врет человек или нет, не видя его. Почему этот вопрос? Серьезная статистика по этому году идет. За последний год татарстанцы отдали телефонным мошенникам, подумайте, 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей. И самый распространенный вид мошенничества – это звонки от якобы представителей банков, либо правоохранительных органов. Вот признаки. Когда не видишь человека, как понять? Только по речи определить ложь бывает очень сложно, как я и говорила, потому что это совокупность признаков. Поэтому, особенно, когда звонят мошенники, либо есть подозрение, что это мошенники, то лучше не играть в эту игру. Потому что наша цель какая здесь? Не выявить ложь, а узнать правду. А что нам поможет узнать правду? Если мы, например, позвоним в тот же самый банк по номеру, который есть на банковской карточке, либо мы обратимся к своим родным, посоветуемся с ними, я бы не предлагала здесь эту игру даже начинать. Да, считается, что можно задать вопросы, которые могут ввести в тупиковое такое состояние мошенника. Но мы же тоже в это время находимся в состоянии стресса, и мы тоже сложно... Небольшой стресс, мы не понимаем. И нас выдергивают в этот момент из наших событий, из нашей жизни. И начинают... Вот вы сказали очень такой момент. Мне тоже позвонили по телефону от якобы правоохранительных органов. Я стала задавать вопросы. В принципе, я как журналист, который работал над этой темой, я была готова. И я спрашиваю, где вы находитесь, в каком городе, в Москве, на какой улице, Шаболовка, 35. Это где? Это АБВГД, это адрес из детства фактически. То есть люди на том конце провода не смогли соврать, а выкинули то, что у них было на поверхности любой московский адрес. Дальше что мы делаем? Мы не верим, в первую очередь. Правильно? Да. Мы не разговариваем. Мы кладем трубку и перепроверяем. Мы узнаем правду. Да, совершенно верно. Потому что иногда бывает, что люди увлекаются, хотят просто поиграться, поговорить с мошенником. Но, оказывается, сейчас есть другая система мошенничества. Записывается голос, записывается разговор, и из разговора выделяются какие-то слова, какие-то фразы, и могут позвонить вашим родственникам. Уже здесь будет ваш голос. Это новый вид мошенничества? Это новый вид мошенничества, да. Это неприятно, но в криминальный мир он не стоит на месте. И, в принципе, ставки тут слишком высоки. Два миллиарда рублей. Это очень много. Мы уже сказали, что человек, который является жертвой того же самого телефонного мошенничества, он находится в стрессовом состоянии, не сконцентрирован. Вот вам не кажется, что мы все в наше время, таких вот больших тектонических сдвигов, большого информационного бума давления информации, все находимся не в стабильном каком-то психологическом состоянии, в состоянии стресса. Как стресс распознать? Почему мы в нем находимся? В последние годы, к сожалению, мы все в таком турбулентном состоянии находимся, в нестабильности. Почему? Потому что у нас сейчас нет горизонта планирования. Он очень сильно сужается. Например, если в советское время человек может спланировать практически всю свою жизнь на десятилетия вперед. На пятилетку, по крайней мере. На пятилетку, по крайней мере, да. До недавнего времени мы могли планировать хотя бы ближайшие месяцы. А сейчас мы не знаем, что произойдет даже за последние три минуты. И это, конечно же, приводит к появлению тревоги, к появлению стресса. У людей снижается стресс-иммунитет. А что это значит? Мы более нервные или мы более такие каменные, что ли? Мы неустойчивые. Мы эмоционально неустойчивые становимся. А в данном состоянии, состоянии нестабильности эмоциональной, нам очень сложно что-либо... Отделить правду от лжи, по крайней мере. Отделить правду от лжи, да. Либо рационально действовать. Если вот мы говорим про стресс, вот какие первые признаки? Там раз, два, три. Там не выключено утюг, говорят. Если человек постоянно возвращается к теме, выключил ли я утюг, закрыл ли я дверь. Стресс. Стресс. Еще что? Утомляемость повышенная. То есть человек уже проснулся и он уже устал. Вот это тоже у нас признак стресса. Раздражительность. Эмоциональные состояния могут меняться полярно. То есть может человек загрустить, заплакать и так далее. Это все говорит о стрессе. Но, наверное, главный вопрос, что в данной ситуации делать. Да. Потому что мы сейчас в очень большом информационном потоке живем. Мы не умеем замедляться. Мы постоянно куда-то бежим. У нас синдром упущенной выгоды. Нам кажется, что если мы сейчас вот не побежим, не сделаем, мы что-то упустим, упустим какую-то возможность. Необходимо научиться заземляться. Если вы завтракаете, вы просто завтракаете. Ощущайте вкус вот этой пищи, которую вы употребляете. Мы не читаем газеты, не смотрим новости. Да. Потому что наш мозг вообще, он однозадачный. Он не многозадачный. Он может качественно выполнять только одну задачу. И также я бы посоветовала 3 раза в день по 15 минут ничего не делать. И не винить себя за это. Это нормально. Мне нравится этот сон. Вот вы сказали, что делать. Что делать, но это кажется, что все просто. Физическая нагрузка, правильный сон, правильное питание, какая-то разгрузка психологическая, отдых и так далее. Но очень часто сейчас приходят на помощь психологи. Психологи, марафонщики, которые гуру по жизни, которые говорят, вот давай вот приходи к нам, мы тебя сейчас всему научим. Манипулировать, распознавать ложь, врать или не врать, или обладать какими-то такими способностями, которые нет у других людей. Почему эти люди уводят в большинстве случаев от реальности, и мы видим это по каким-то новостейным событиям. И почему мы не отделяем то, что в принципе они нацелены только на одно. на то, чтобы мы, опять же, им поверили, не получив ничего взамен, только обещание. Как-то регулируется вот эта вот область современная психологии? Действительно, я их называю псевдопсихологами. Их цель это не помочь людям. Их цель продать свои курсы, заработать деньги. Поэтому у нас и происходит. Да, сейчас очень это стало модно, к сожалению. И у большинства этих марафонщиков, у этих гуру-психологов нет соответствующего образования. У психолога должен быть документ о полном высшем образовании. Сейчас очень много трёхмесячных курсов. Я даже сталкивалась с тем, что за три месяца дистанционно готовят клинических психологов. Клинических психологов. Клинических психологов, да. Что он имеет право делать? Консультировать, лечить? Он может консультировать. То есть он уже проводит диагностику именно на психические отклонения какие-то. В дальнейшем, чтобы направить к психиатру, психотерапевту, либо исключить. То есть какие-то пограничные вот эти вот состояния. И это на самом деле работа с психикой. Это работа с мозгом человека получается. Психа – это душа в первую очередь. Психа – это душа. Да, да. А наша психика – это мозг. То есть насколько они могут навредить, многие даже не представляют. Потому что этический кодекс психолога гласит – не навреди. И вот получают такие дипломы. За две недели даже можно их получить. Но, к сожалению, это никак не контролируется у нас. Но какие-то подвижки может быть есть законодательные в этом направлении? Данной ситуации пока я не вижу. Потому что есть документ, красивый, с печатью. Кажется, что вот этого достаточно. Контроль здесь, он слабый. Ну, давайте вот к основному тогда вопросу. Изучение лжи – это сфера ваших не только профессиональных, но и, наверное, научных интересов. Вот как ложь можно изучить? Как ее можно измерить? Для чего это надо? Ну, я скорее измеряю ложь. Измеряю это с помощью прибора полиграф. Да. Полиграф – это прибор, который регистрирует те физиологические реакции, а именно их изменения на определенный… Это мы тоже знаем по фильмам, когда идет допрос захваченного разведчика, допустим. Да. По фильмам мы все это видели. Но, как это обычно бывает, в фильмах не совсем все правда. Да, у нас опять-таки гиперболизировано. Поэтому мы регистрируем изменения психофизиологических реакций, тех реакций, которые не может человек сознательно контролировать. То есть сердечно-сосудистая система – это частота сердечных сокращений, это кровенаполняемость сосудов, просвет сосудов фотоаплитизмограмма, кожно-гальваническая реакция представляет из себя электрическое сопротивление кожных покровов, фотоотделения, изменение артериального давления и дыхание. Казалось бы, дыхание мы можем контролировать, но на самом деле нет. На протяжении долгого времени мы не сможем его контролировать, чтобы не выдать себя. Специально подготовленные люди могут все-таки обмануть полиграф? Те же разведчики? Те же разведчики могут, наверное. Но это, я полагаю, что многолетний должен быть опыт, практика. Но на моей практике не встречались такие случаи. Были попытки, да, они есть. Более того, даже есть те люди, которые пытаются обучить обмануть полиграф. Да, у меня тоже такие случаи были, когда человек как будто бы подготовленный, прошел определенный тренинг и пришел. Маленький свой марафончик организовал. Кто у нас подлежит вот такому вот исследованию? Кто люди, с которыми вы работаете на полиграфе? Где это распространено? Для чего это надо? Это сейчас может быть разная категория людей при приеме на работу. Плановые проверки работающего персонала. Это могут быть по фактам кражи, например, какие-то служебные проверки. Это могут быть и супружеские какие-то проверки по подозрению. Обращаются с этим? Да. Всегда ли это добровольно? Допустим, чиновник может отказаться от прохождения? Вот чиновников у нас вообще проверяют на полиграфе? Да. В каких случаях? Проверяются, ну, это могут быть плановые проверки, как я и говорила. То есть, либо при назначении на должность также они проходят. Отказываются или нет? Или это вот надо пройти просто вот как какая-то определенная обязательная процедура? Проверка на полиграфе всегда добровольная процедура. Я обязательно беру в каждом случае добровольное согласие от каждого обследуемого. Но если человек отказывается, у него в папочке появляется галочка. Правильно я понимаю? Это уже вопрос к инициатору проверки. Все понятно. Так, гендерные особенности лжи. Кто лучше врет или легче врет? Женщины или мужчины? Вопрос такой интересный. Считается, что мужчины врут. Лучше. Лучше. И больше. Изобретательнее. И больше. И больше. Да. Количественный, качественный показатель. Ага. Но я бы не согласилась. Все-таки я считаю, что ложь не имеет каких-то гендерных особенностей, признаков. Могут врать как мужчины, так и женщины. Это индивидуальные особенности. Это характер человека, может быть. Это его ценностная ориентация. Это его воспитание. Это его акцентуация характера. Здесь большое количество характеристик. Тогда, наверное, не имеет смысла спрашивать, кто легче верит. Кто легче верит? Легче верит тот, кто хочет. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение. Признание. Я сам обманываться рада. Да, я сам обманываться рада. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рада. Вот к самообману, наверное, больше это к женщинам относится. Сама придумала, вот еще бывает, сама придумала, сама обиделась. Иногда вот что-то показалось, накрутилось себе, кто-то недоговорил. И все это приводит к разрушительным событиям и связям. Вот недоговоренность-то тоже ложь или нет? Недоговоренность, да. Я считаю, что это тоже ложь. Какое чувство вы испытываете, когда видите, что человек врет? У меня уже профессиональная устойчивость. Я уже настолько адаптирована, потому что я каждый день сталкиваюсь с обманом. Но это приятно или это все равно что-то скребет? Мне кажется, это должно быть неприятно. Когда я работаю как специалист, нет. Абсолютно. Ну, у меня уже иммунитет к этому. У меня уже такая некая психологическая защита. Да, а если это в повседневной жизни, конечно же, это неприятно. И доверять уже этому человеку, который один раз обманул, очень-очень сложно в последующем. На этом наша программа заканчивается. К сожалению, ну, наверное, у каждого человека в коммуникациях своя правда. Это была программа «Семь дней плюс». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова